Вести Карачаева, Черкесия В Москве состоялась встреча главы региона Рашида Тимрезова с генеральным директором Фонда развития территории Константином Цицыным. Главной темой разговора стала модернизация жилищно-коммунального хозяйства и развитие строительной отрасли республики. Карачаева, Черкесия находятся в числе субъектов России, которые в 2020 году в полном объеме завершили программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года. Жилищные условия улучшили 172 человека. Сейчас стартовал следующий этап программы. До 31 декабря 2021 года на территории региона было выявлено 40 аварийных многоквартирных, где проживают более тысячи человек. Обсудили вопросы модернизации и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень износа. Регионам подана заявка на получение финансовой поддержки для реализации проекта модернизации в сфере теплоснабжения права кубанского городского поселения Карачаевского района. Константин Георгиевич отметил, что одним из приоритетных способов реализации программы является строительство нового жилья. Сегодня республика активно продвигается в этом направлении, и часть новых домов в северном микрорайоне Черкеска будет отдана именно под программу переселения. Реализацию инфраструктурных проектов в сфере энергетики, консолидацию электросетевых активов и платежную дисциплину обсудили в Москве руководитель региона Рашид Тимрезов с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Качественное энергоснабжение имеет огромное значение для Карачаев-Черкеси. В республике ежегодно растет количество строящихся объектов, развивается туристическая инфраструктура, строятся объекты в промышленности и агропромышленном комплексе. Группа «Россети» реализует в регионе комплекс проектов, связанных с развитием сельхозпредприятий и производителей стройматериалов. Перспективная задача – электроснабжение микрорайона «Спутник» в Черкесске, где будет построено более полумиллиона квадратных метров жилья. Андрей Рюмин сообщил, что компания планирует инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры республики свыше 900 миллионов рублей до конца 2024 года. По поручению президента России Владимира Путина в Карачаево-Черкесию с рабочим визитом прибыл эксперт комиссии по делам инвалидов при президенте страны Александр Изьянов. Целью визита является изучение эффективности реабилитации в связи с проводимой спецоперацией на Украине. Обсуждались вопросы реабилитации и вопросы поиска непосредственно у вас, республики, места под реабилитационные центры. Или на базе какого-то медицинского учреждения, или, может быть, реабилитационного центра. Для того, чтобы был специализированный центр, где они проходят реабилитацию. Потому что, понимаете, реабилитация и абилитация, возвращение ребят в социум, в социальное общество, чтобы они вернулись к жизни – это очень многое значит. Когда люди увидят, что государство заботится об инвалидах, о тех, которые потеряли часть здоровья в боевых действиях, и не только инвалидам, но и участникам боевых действий, то тогда все поймут, что можно и нужно идти защищать наше отечество. В первую очередь на местах будут психологи работать с теми ребятами, которые возвращаются. Потому что это наиболее важная задача сейчас непосредственно. Потому что после Афганистана, вот я вернулся из Афганистана непосредственно, то же самое был афганский синдром у всех ребят, которые вернулись из Афганистана. В Карачаево-Чресии снизился уровень регистрируемой безработицы. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой. В заседании от нашей республики приняли участие премьер-министр Мурат Аргунов, вице-премьер Ирина Гербекова и исполняющая обязанности начальника управления занятости Карачаева-Чресии Али Межаев. Отмечено, что в регионе уровень регистрируемой безработицы на июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился с 2 до 1,4% от численности экономически активного населения. Кроме того, в органы службы занятости населения республики о потребности в рабочей силе заявило 309 предприятий, что на 8% меньше по сравнению с 2021 годом. Ими предоставлено 2378 рабочих мест, что на 5,4% больше, чем в прошлом году. В столице Карачаева-Чресии под председательством члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода состался круглый стол с общественниками и экспертами региона, в ходе которого обсудили подготовку к предстоящим выборам и обучение наблюдателей. Александр Брода высоко оценил уровень подготовки к голосованию в Карачаево-Чресии, отметив, что большое внимание уделили работе общественных наблюдателей. Как отметил член СПЧ, важно не только следить за прозрачностью голосования, но и не допускать информационные вбросы. Как раз на выборах гражданское общество проявляет свою активность тем, что участвует в этих выборах как избиратели и как именно общественные контролеры добиваются того, чтобы партии, кандидаты соблюдали законодательные, этические нормы, чтобы четко работали члены комиссии, чтобы грамотно давать оценку информационным потокам. Мы ведь знаем, что за последние годы очень много недостоверной, так называемой фейковой информации. Кто-то пытается дискредитировать избирательные комиссии, институт общественного наблюдения. Поэтому как раз общественники должны проверять информацию. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова и директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Инна Дадаян в ходе своего визита в Карачаево-Чикесию посетили Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Заместитель министра экономического развития страны Татьяна Илюшникова положительно оценила работу организации. Первого полугодия работы, то базовая инфраструктура, это, конечно же, гарантийные фонды и микрофинансовые, государственные микрофинансовые организации, которые представлены во всех центрах «Мой бизнес» и «Город Черкесск» не исключение в этом плане. Но вот итоги первого полугодия по гарантиям, это гарантии, которые финансируются за счет федерального и регионального бюджета, порядка 25 гарантий на сумму 55 миллионов рублей, и в совокупности это позволило привлечь кредитные ресурсы на сумму 130 миллионов рублей. Далее гости республики. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Инна Дадаян в сопровождении председателя правительства региона Мурата Аргунова посетили Центр молодежного инновационного творчества, который заработал в этом году. Рассказывает председатель правительства республики Мурат Аргунов. Сегодня посетили 3D-моделирование, 3D-печать. Это на сегодняшний день один из востребованных направлений, как и в промышленности, как и в жизни, и в робототехнике. Я думаю, это позволит обучить наших детей новым технологиям для того, чтобы оно внедрялось у нас в республики. Повышение платежной дисциплины по оплате энергоресурсов обсудили на совещании под председательством заместителя полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Владимир Надыкта. В ходе видеоконференц-связи генеральный директор Газпром Межрегионгаз Сергей Густав и генеральный директор ПАО Росети Северный Кавказ Роман Левченко доложили о задолженности за потребленные энергоресурсы потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов, субъектов и муниципальных бюджетов Северокавказского федерального округа и о принятии мер по ее ликвидации. Премьер-министр Карачаево-Чекеси Мурат Аругунов рассказал, что тесное взаимодействие правительства республики и ресурсоснабжающих организаций региона позволяет поддерживать на высоком уровне платежную дисциплину за потребленные энергоресурсы. В региональном министерстве внутренних дел обсудили вопрос о внедрении специального программного обеспечения «Паутина». Система предназначена для розыска похищенных автомобилей, а также транспортных средств, скрывшихся с мест дорожно-транспортного происшествия и уже внедрена в 60 регионах России. «Паутина» была создана МВД страны в рамках импортозамещения и на базе российских микропроцессоров, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок. На базе специального программного обеспечения «Паутина» также проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров, автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. На 1998 году жизни скончался житель Черкеска, участник Великой Отечественной войны Павел Ивашков. Родился Павел Иванович в 1925 году в Георгиевске в семье рабочего. До оккупации города немецкими захватчиками окончил восьмилетнюю школу и первый курс Георгиевского техникума механизации сельского хозяйства. В 1943 году ушел добровольцем в Красную армию. Немногим позже пулеметчик Ивашков получил тяжелое ранение, затем был комиссован из госпиталя инвалидом второй группы и возвратился домой. Поступил в Пятигорскую фершерско-акушерскую школу, трудился по специальности в станице Новопавловской Курского района, окончил Кубанский мединститут имени Красной армии, затем ординатуру при Ставропольском мединституте. После учебы попал по распределению в Черкесск. Здесь он встретил будущую супругу, здесь родилась их любимая дочь, и здесь он прожил свою долгую славную жизнь. Низкий поклон и светлая память замечательному человеку, нашему земляку, дорогому ветерану. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» до 2024 года в республике будет создана 31 мастерская, оснащенная современной материально-технической базой, которая используется для теоретического и практического обучения студентов, а также проведения демонстрационного экзамена и оригинальных чемпионатов WorldSkills и Обилимпикс. Рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нужными. Без людей таких специальностей невозможно представить развитие промышленности и инфраструктуры, машинист-экскаватор, машинист-автогрейдера, механик по обслуживанию тяжелой техники, техник по ремонту легковых автомобилей. Все это сложные, интересные и актуальные направления, поэтому открытие мастерских поможет студентам легче осваивать выбранную профессию. На базе мастерских будут проходить учебные занятия, чемпионаты профессионального мастерства, учебно-тренировочные сборы, демонстрационные экзамены, профориентационные мероприятия и реализовываться программы дополнительного образования. В Черкесске продолжается благоустройство при домовых территориях. Сейчас работы полным ходом идут на территориях, относящихся к многоквартирным домам номер 360 и 370 по улице Октябрьской. В этих дворах будут установлены детские площадки, обустроены парковочные места, а дороги заасфальтированы. Мошенник завладел денежными средствами доверчивой жительницы Черкеска. На домашний телефон 86-летней пенсионерке позвонила неизвестная, представилась ее дочерью и сообщила, что попала в автоаварию, за что ей грозит лишение свободы, если она не компенсирует причиненный вред здоровью второго участника ДТП. Вторая мошенница, которой передали трубку, представилась следователем и попросила номер личного мобильного телефона потерпевшей. Далее лжеследователь указала собрать все имеющиеся денежные средства, упаковать их в полотенце и положить в пакет, который заберет курьер. Позже к женщине заехал неизвестный, представился курьером и забрал 71 тысячу рублей. И лишь позже пенсионерка догадалась созвониться со своей дочерью, которая сообщила, что с ней все в порядке и в ДТП она не попадала. В эти выходные в Архызе соберутся более 150 предпринимателей со всей страны. Завтра в поселке Романтик на Архызе пройдет ежегодный бизнес-форум «Старк-2022». Он соберет представителей бизнеса, власти, институтов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Для участия в мероприятии зарегистрировалось порядка 150 человек. Программа «Старк-2022» включает три секции – IT-решения для малого и среднего предпринимательства, креативная экономика и деловая игра. Запланирована также дискуссия «Новая реальность, новые стратегии» с участием заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой. Цель бизнес-форума – поддержать предпринимательские инициативы, повысить престиж образа предпринимателя и обеспечить доступ к государственным мерам поддержки. Курорты Карачаево-Чекеси могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определён лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства, рассказывает заместитель министра туризма и курорта в Республике Артём Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовёт лидеров отечественного горнолыжного туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдёт экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 24 ноября победитель ждёт торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале «Наши горы.РФ». На проходящем в эти дни Большом гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве Карачаево-Чикесия представила региональные бренды «Мясо овец карачаевской породы» и продукты её переработки, а также другие продукты питания, произведённые на территории республики по старинным рецептам народов республики. Экологически чистую, качественную и свежую продукцию на площадке фестиваля представил индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Батырби Галаев. В рамках концертной программы от республики выступили заслуженная артистка Карачаево-Чикеси Лаура Агубаева и танцевальный дуэт «Горец». Фестиваль объединил около 300 гастрономических брендов из разных регионов. Гостям были представлены свежие продукты и блюда национальных кухонь, которые можно было не только попробовать, но и купить. В Карачаево-Чикесском государственном университете имени Умара Алиева прошла презентация мультфильма «Смешарики», озвученного студией «Эльби Саунд» на карачаево-балкарском языке. Важно отметить, что в ВУЗе функционирует профессиональная студия звукозаписи, которая занимается переводами и озвучкой известных фильмов на языках народов республики. Комментирует начальник управления молодёжной политики и социальных проектов университета на Урус Капушев. Поддержка сохранению родных языков для нас очень важна. Я надеюсь, мы насладимся тем результатом, результатом работы целого коллектива, которое на протяжении нескольких месяцев работало над озвучиванием на всех родных языках, в том числе и карачаевский, и черкесский, и абазинский. Я надеюсь, что эта идея будет продолжать жить и приносить пользу нашим детям. Ну и последняя информация. До конца приёма заявок на форум «Махар-2022» остаются считанные дни. Молодёжь Карачаева-Чекеси может принять участие в северокавказском высокогорном форуме «Махар-2022», который пройдёт с 9 по 15 августа. Мероприятие включит в себя образовательную, горно-пешеходную, творческую и спортивную программы. Одними из центральных событий молодёжного конкурса станет защита проектов. Ребята смогут выиграть грант на реализацию своих идей и получить до 500 тысяч рублей. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 11-14 метров. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. В горах местами плюс 20-25, в Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 30. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Реклама. Где имеется значительное количество бюджетных мест. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля. Черкесск. Зеленый остров. Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro Вы слушали радио России Карачаева Черкесия. До новых встреч.